Итак, мы на канале, где мы говорим о здоровье. О здоровье на всех уровнях. Мы говорим о здоровых отношениях с Богом. Для меня Бог – это наша жизнь. Когда у вас чистые и ясные отношения с жизнью. Когда вы доверяете жизни, вы доверяете жизненному процессу. Вы знаете, что жизнь, она очень добрая. Вселенная очень добрая. Люди, когда приходят ко мне на сессию, я говорю, ну, люди говорят, вот это случилось. Вот сейчас я работаю с одним мужчиной, и он в стадии развода с женой. Он обнаружил, что уже на любовнице. И вот он в возмущении. Как такое могло случиться? Как она могла? Мы там пожили 35 лет вместе. Как это? Как вот это? Я ему задала вопрос. Если вселенная добра, то почему хорошо, что это случилось? И когда мы начинаем с ним отматывать кино назад, где-то год тому назад, у них уже нет ни сексуальных отношений, ни теплых отношений, ни телесных объятий. Они относятся друг к другу просто как сожители. Знаете, просто один в одной комнате, другой в другой комнате. И она решилась. И вдруг он обнаруживает, что если вселенная добра, то почему это хорошо? Потому что он, наконец-таки, может найти себе женщину, которая будет его уважать. Потому что его жена, с которой он прожил 35 лет, последние 20 лет его не уважает, ни за что его не ставит. Она своего рода как абьюзер, а он как жертва ее. Поэтому для меня вселенная очень добра. Здоровые отношения с лицом иного пола. То есть в данный момент я женщина, значит мужчина. Я не люблю слово противоположное. Против меня никто не стоит. Все за меня. Здоровые отношения с детьми. Здоровые отношения с друзьями, с товарищами. Здоровые отношения с деньгами. Здоровые отношения с самим собой. Потому что очень важна здоровая самооценка. Потому что очень у многих людей больная самооценка, неадекватная, низкая, как бы люди это ни называли. Здоровые отношения на работе. То есть моя задача, как миссия, как предназначение – это здоровье. И в том числе я говорю и здоровые отношения к своему телу. Наша задача – заботиться о своем теле. Потому что у нас единственного, и другого у нас не будет. И поэтому от того, как я питаю свое тело, от этого так я себя и чувствую. Что я делаю на вечер? Я делаю себе вот такой кефирчик. Я вот взяла литр молока. Казиновое я очень люблю. Казиновое молоко, оно очень полезное. И туда раскручиваю и бросаю вот такую фиолетовую. Я вам много говорила о зеленых капсулах, но у нас есть еще вечерний фиолетовый. Это здесь вся-вся необходимая микробиота для кишечника. Вы знаете, что именно кишечник вырабатывает серотонин. Вы знаете, что кишечник – это второй мозг. Поэтому от того, как работает кишечник, от этого зависит практически работа всего. И сосудов, и гормонов, и всего-всего остального. Сегодня ученые уже доказали, что… Так вот, что я делаю? Вот эту капсулу я раздвью и бросаю… Субтитры создавал DimaTorzok